Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина. И по просьбе нашей подписчицы мы будем готовить творожную запеканку. Для этого нам потребуется 600 грамм творога, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки манки, столовая ложка сметаны, 2 яйца, столовая ложка сливочного масла и щепотка соли. Если у вас курпинчатый творог, его необходимо будет протереть через сито или растолочь. Так, чтобы не было комочков. И потом впоследствии запеканки не попадались такие комкообразные. Комкообразная консистенция. Мы смешиваем наш 60 грамм творога. В принципе, они однородные массы, поэтому я его протирать не буду. Сюда добавляем сразу 3 столовые ложки манки. Три столовые ложки сахарного песка. Столовую ложку сметаны. Отделяем желтки. Нам потребуется 2 желтка. Мы с вами возьмем полтора и половинку ставим для смазывания. Потом сверху. То есть, а белки мы будем взбивать отдельно. делаем белок от желтка. Разбелок отбежу. Добавляем в общую массу с творогом. Выделяем второй белок. Пол желтка мы сразу сюда отправляем. Пол желтка я доложу в чашку. Сейчас мы размешиваем творог и все, что мы сюда добавили. Манка у нас должна чуть-чуть набухнуть, хотя бы минут 5-10. Размешаем и оставим. В это время займемся взбиванием булков. Есть два вида приготовления творожной запеканки. Одна делается с крахмалом, другая делается с манкой. С крахмалом она более похожа на суфле, а с манкой она более привычная. Напоминает запеканку из детского садика. Тщательно растираем. Сюда же в нашу массу мы добавляем мягкое масло. 1 столовую ложку на 600 грамм творога. Растираем все до однородной массы. Я принципиально не добавляю ни разрыхлитель, ни соту. Добавляем. 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 Вот у нас с вами получилась однородная масса. Оставляем ее пока в сторонку. Как раз в это время манка у нас набухнет. А мы с вами займемся взбиванием белков. Добавляем небольшую щепотку соли. Совсем чуть-чуть. Чтобы белки лучше взбились. И взбиваем белки до пустой пены. По средней скорости. Продолжение следует. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите, белки у нас с вами не падают. Теперь мы будем их аккуратненько добавлять. Добавляем в нашу массу. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Масса стала воздушной, без комочков. Смотрите продолжение в 3 части. Достаем нашу кастрюльку. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 и мы творожную запеканку берем со сгущёнкой. Кто любит, может её с вареньем, со сметаной, кому как нравится. Приятного аппетита!